Добрый вечер, дамы и господа. Если вы проголодались, я принес вам немножечко перловки. Сегодня мы снова почитаем, до чего додумались лучшие писатели нашей страны. Шутка, конечно. В общем, сегодня мы еще раз пробежимся по перлам. Незабвенная вселенная Звездных войн, и такой вот маленький спойлер для тех, кто вдруг не умеет читать название роликов, будет небольшой кроссовер с Гарри Поттером. Это не моя вина, я не знаю, чем это обусловлено, эти фанфики пишу не я. Кстати, часто меня спрашивают дать первоисточник. Не спрашивают, вернее, а просят. Просят дать первоисточник. Ребят, я не знаю, у меня нет этого первоисточника. Просто вбивайте в поисковике перлы и вселенная, и, пожалуйста, читайте вот прям в столбик. Встречаются часто какие-то полумертвые или мертвые группы ВКонтакте со списком этих самых перлов, и, разумеется, я не перечитываю все эти фанфики сам, ребят, у меня бы на этой жизни не хватило. У меня для одного выпуска пришлось бы, не знаю, неделю только фанфики читать. И что, сумасшедшие, что ли? Нет, не настолько, по крайней мере. И еще должен вам, ребят, сказать, что моя база перлов понемножечку иссякает уж, извините, просто потому что часто я встречаю, так сказать, вот эти шутки юмора. Они... это не перла, это просто такая неуклюжая попытка юморить. Ну и, соответственно, ничего смешного в них нет. Оно, может, где-то там в контексте и вызывает пару смешков, но не более того, и этой рубрике оно не подходит. Ну да ладно, в этот раз я для вас собрал небольшую коллекцию. Думаю, вам понравится. По крайней мере, мне понравилось. Господи. У меня почему-то исчезли все пробелы. Придется... Придется самому как-то разделять. Ладно, я справлюсь. Ну что, начнем? Однако, ребят, прежде чем начнем, к сожалению, должен вам напомнить, что сейчас у нас свирепствует коронавирус во всем мире, поэтому правительство сказало ходить нам в масках. И так как непонятно, кто же окажется в итоге разносчиком, возможно, твоя кошка или твой хомячок, поэтому, к сожалению, у меня нет иного выхода, кроме как надеть маску, чего и вам советую. Против природы, ребят, не попрешь. Давайте тоже наденьте маски, а то вдруг я вас нечаянно тоже заражу через экран коронавирусом или в комментах, не дай бог. Кстати, в комментах, кроме короны, у меня там еще всякого говна полно, так что без маски, без перчаток и без презерватива туда даже не заходите. Вот теперь со спокойной душой можно приступать. Теперь наша перловка полностью стерильна, что не может не радовать. Ну вот теперь уже погнали. Туа – женщина, хоть и политик, но женщина. А как известно, если женщина откроет рот, то заставить ее и его закрыть может только стоматолог. Ну или Вейдер. Полностью согласен. Наверное, сейчас все женщины, смотрящие этот ролик, вот так вот косо на меня взглянули, мол, что? Ну, на самом деле, так и есть. Так и есть. В смысле, Вейдер может заставить женщину заткнуть рот. Не бейте меня. Но это правда. «Я наручники тебя», – восклицало Кайло Рен. «Пойдем со мной, и вместе мы завоюем эту галактику». Рей долго смотрела на него, после чего подошла к иллюминатору и вылетела вон. Ну, честно, я абсолютно не симпатизирую Рей, и ни одному герою не симпатизирую из новейшей киновселенной вот этой вот «Звездных войн», да? Однако в данном случае я полностью понимаю, Рей, если бы я услышал свой адрес «Я наручники тебя», если бы это восклицало Кайло Рен вот с такими вот ушами, я бы тоже подошел к иллюминатору и вылетел, лишь бы только не слушать вот этот вот маразм. Честно говоря, я примерно то же самое хотел сделать, будучи в кинотеатре на восьмом эпизоде, но вовремя вспонял, что, во-первых, я заплатил за билет, как-то у меня жаба душила, причем далеко не силовым захватом. А во-вторых, к сожалению, в кинотеатре не нашлось иллюминатора. Вот такие вот эти пироги. Генерал Органа отчитывала Сноука за то, что цитата, это, если что, все авторские тексты, я ничего не добавляю, цитата, научил ее мальчика не только темным формам, но и словам, которые даже хатты произносить стыдятся. Зная хаттов, боюсь себе даже представить, это что за слово-то такое? Наверное, это слово «эчута», но, по-моему, его они произносить не стесняются. «Можете оба катиться к Вейдеру. Я не буду рожать детей от этого идиота», ругнулась Рэй, потому что ничего другого ей не оставалось. Опять же, могу только порадоваться за Рэй. В какой-то веке наши с ней мысли сошлись. Впрочем, это сейчас такая будет очень острая, несвойственная мне шутка. Прямо-то вообще несвойственная. Но Рэй настолько мэрисью, что, по-моему, она может родить и, в принципе, без отца. О, а вот пошел кроссовер. «Мистер Поттер, вы умеете пользоваться палочкой? Где она у вас?» Из-под парты показалась лохматая голова с зелеными глазищами. Следом вылетели очки, и приземлились мальчишки на кончик носа. Под носом появилась милая улыбка. Вроде бы. Я со слезами на глазах смотрел, как Йоду из Мудрого Старца превращали в Дегенерата, сжигающего последние остатки цивилизации джедаев. А теперь его еще и вот до таких вот низин опустили. Это просто от ас. Честно говоря, я даже не уверен, что это фанфик. Наверное, это сценарий к каким-то вырезанным кадрам девятого эпизода, или, возможно, к рядущему десятому эпизоду, там, не знаю, одиннадцатому. Почему бы и нет? Я бы не удивился. Ладовки. Вот, дальше. Снова Гарри у нас в центре событий. Ну, вы знаете, да, Гарри и Звездные Войны неразрывно связаны. Аксид, кстати, подтвердит. Так вот, я мудр, воскликнул Гарри с жаром. И не приравнивайте путь ситха к этой палочковой академии джедаев. Там нас обучали владеть тьмой, клубящейся в наших жилах, а тут пересаживать визжащие растения. Ой, да. Вот сейчас мадам Стебль стало очень обидно. за визжащие растения. Три года она вдалбливала в мозги и гаре, что это называется, мандрагора. А, наверное, также еще стало обидно, в принципе, Дамблдору, Магонагалу, всему преподавательскому составу Хогвартса за палочковую академию. Честно говоря, мне было бы любопытно узнать, что это за клубящаяся тьму они там изучали. Мне при слове клубящаяся тьма почему-то в первую очередь в голову приходит игра Даркнесс-2. Вот там тьма действительно клубилась. Еще можно вспомнить Алан Вейк, но, по-моему, к рассказу это не имеет абсолютно никакого отношения. Я намерен раскрытие темную сторону силы и показать свой световой меч. Через секунду он брякнул Малфой обратно на пол. Скорее уж волшебную палочку с ухмылкой прохрепил тот. У меня в первую очередь вопрос возникает, а откуда Малфой знает, насколько длинный у Гарри Поттера световой меч? Это, знаете, наводит на некоторые мысли. Да. Кайло, это не ты, воскликнул Хан Соло. Твое имя Ебен. Вот, казалось бы, малюсенькая опечатка, но сколько нового смысла она вносит в эту новейшую вселенную Звездных войн, да? А главное, сколько сюжетных дыр и нелогичностей закрывает. Потому что имя Ебен или Ебен как правильно, да? Ну, короче, вот это имя Кайло Рену подходит гораздо больше. Сразу все его действия приобретают иной понятный смысл. Он одинокий, потерянный одиночка. Выходила из себя девушка, заслоняя великого, великого Кайло Рена, силой и мощность которого была такой большой, наверное, больше, чем палочка Гарри Поттера, что он был чуть ли не велесием, велесейшим ситхом во вселенной. Так, ну, во-первых, одинокий, потерянный одиночка, несмотря на всю бредовость этого высказывания, это наиболее точное описание того образа, который пытались вложить в Кайло Рена. Такие образы очень нравятся девочкам 13 лет. Уж я-то, в смысле, я предполагаю, да. А. Во-вторых, велесейший ситх во вселенной, это что? Я не знаю. Наверное, никто не знает, даже Дарт Сидиус и кто там в девятом эпизоде вдруг всплыл из ниоткуда, так и не посмотрел, кстати. Однако, могу сказать, что это очень хитрючий ход писателя, скажем так, фикера, как это правильно называют, факера, кем бы он ни был, это очень хитрый ход, потому что сильнейшим ситхом Кайло Рена трудно назвать, а вот велесейшим ситхом, ну серьезно, кто из ситхов будет спорить с тем, что Кайло Рен велесейший? Вот придут к Вейдеру и скажут, слушай, Вейдер, а кто из ситхов велесейший, он репу свою металлическую почерст, скажет, слушай, иди ты нахер, да? А вот давайте Кайлона начнем тушить, да пожалуйста, пусть, я не возражаю, скажет Вейдер и в принципе будь прав. Умно, умно. Любишь слэш писать, люби и практику проходить, думал Рен, пока чьи-то сильные мужские руки тащили его в голубую неизвестность. Полагаемо, только что прослушали гимн всех писателей фанфиков подобного рода. Ох уж мне это современное творчество. В глазах мусорщицы отражалась неприступная маска Кайло Рена и его искаженный голос, говорящий «Если я и могу кого-то любить, то только ебя». Здесь прекрасно все. Ну, во-первых, очень понравилось, как в глазах мусорщицы отражается искаженный голос. Но это ладно. А вот тот факт, что опять же опечатка вносит больше смысла, чем внесло бы правильно написанное слово, это радует. И я не могу спорить с Кайло Реном по поводу того, что он может любить только ебя. Я бы даже больше сказал, я его прекрасно понимаю, я тоже нечто подобное могу сказать про себя. Да. Я ушел в свои мысли настолько глубоко, что не заметил, и поэтому не успел вовремя увернуться от летящего в меня лод кота. А это пошли фанфики по замечательному сериалу повстанца. Ну, вы помните, эти лод коты, лод собаки, да, когда фантазии нет, просто возьми любое земное животное и добавь приставку лод. Жалко, что у нас нет животного лод, получился бы лод лод. Однако, да. это надо быть совсем, знаете, невнимательным, чтобы не заметить летящего в тебя кота. Притом, эти лод коты, по-моему, они были довольно-таки жирными. Джедай, что с ним взять. С разрушителей посыпались сторм-трупперы. Они направлялись в сторону планеты. По-моему, это шикарно. То есть, к чему эти десантные капсулы, да, если можно, вот со сторм-трупперы вот так вот, как соль на блюдо, знаете, посыпать. С другой стороны, это замечательно вписывается в новый канон. Планета Набу мне нравилась, и я не хотел раньше времени отдавать ее на поругание этим двум личинкам темных лордов. Знаете, ребята, в самой этой фразе нет абсолютно ничего такого мега смешного. Однако, для чего я ее прочитал? Понимаете, я очень долго думал, какое определение подобрать для персонажей наподобие Кайло Рена, да, и аналогичных придуманных уже фанфикерами, да, потому что Акалит это недоученный адепт темной стороны. Подаван нет, просто адепт тоже нет, Ситх, ну какой из них Ситх там, джедай, нет, а вот личинка темных лордов это прям то, что надо. Я предлагаю с этого мгновения Кайло Рена всегда так и назвать личинка темного лорда, потому что никакого иного звания он не достоин. Наверное, я даже подобным оскорбляю темных лордов, используя в этом словосочетании вот как раз таки их звание. Наверное, сейчас весь корибан содрогнулся. Старший Скайуокер уронил свою челюсть на пол и та, похоже, на место вставать не намеривалась. Ну, надо же, кто бы мог подумать. Хотя, возможно, это один из джедайских приемов вот так вот повести рукой и челюсть пола сама встанет на место. Честно говоря, я бы хотел такую магию. И почему люди говорят про каких-то бабочек в животе? Это состояние Бен мог сравнить с тем случаем, когда он съел просроченный йогурт. Вроде неплохо, а вроде ой, как хреново. Туалет и пару таблеток тут не помогут. А может, стоило попробовать. Вдруг влюбленность можно высрать. Одну секундочку. О, это было прекрасно. Я не знаю, ребят, можно ли высрать влюбленность. Честно говоря, даже пробовать не хочу. И вам не советую. Не смейте повторять это все дома. Не надо. А то вдруг и правда получится. Чего же вы без любви будете жить? Как там пелось? Жить без любви быть может просто, но как на свете без любви прожить? По-моему, это была Пугачева. Ой, не спрашивайте, откуда я, это знаю. Как вообще можно жить с таким состоянием, когда постоянно о ком-то думаешь? Идешь жрать, думаешь о ней. Идешь мыться, думаешь о ней. Идешь спать, думаешь о ней. Идешь в туалет, ладно, все ясно. Так это нормально. Я на самом деле то же самое испытываю. Вот иду спать, думаю о ней. Иду жрать, думаю о ней. Иду в туалет, тоже думаю о ней. Об игре Киберпанк. Когда же она наконец-таки уже выйдет, блин, ё-моё. И денисный проект, который я в принципе жду. Да что ж она все слазит и слазит? Может я как-то неправильно ношу? Может я вот так вот надо? Честно говоря, не уверен. Ну ладно. Бен впервые в жизни столкнулся с проблемой, которую не знал как разрешить. Вы уже в предвкушении какая проблема? Все очень просто. Он съел носок перед Хаском. Перед Хаксом, извините. Хотя какая разница? Так вот, он съел носок перед Хаксом, а проблема не исчезла. Вот, кстати, я только что понял, что немножечко ошибся. Я думал, что вторым предложением описывается первое. То есть, это и есть та самая проблема, которую он не знал как решить. То, что он съел носок перед Хаксом. Оказалось, нет. Оказалось, сама проблема не обозначена. Просто таким образом, съев носок перед Хаксом, Кайлл попытался решить проблему. Вывод один. Независимо от того, знаем мы проблему или не знаем, съеденный перед Хаксом носок не смущает ни Рена, ни Хакса, ни по ходу того, кто эту хрень написал. Куда качется этот мир? Биби настолько милая. Биби. Это ведь дроид, да? Он милая. Хорошо. Биби настолько милая, что Бэмби по сравнению с ней просто олень. Стоп, а это же не про того Бэмби, который олененок, нет? Ну, походу, это вот то, что я говорил, такая шутка юмора. Довольно-таки сложная для меня, как оказалось. Но, что я могу сказать по этому поводу? Значит, смотрите, если ты мужчина и очень долго не видел женщину в каком-нибудь дальнем перелете, то даже дроид Биби будет для тебя настолько милой. вследствие чего я теперь с опаской буду поглядывать на персонажа по Дэммерона, единственного нормального персонажа из всей вот этой вот идиотской новейшей саги. Господи. Как я теперь вообще буду все вот это вот смотреть, даже думать об этом? Что они со мной сделали? Ладушки. А вот бывший штурмовик и не совсем бывшая мусорщица, не совсем бывшая мусорщица. Получается, я не совсем бывший блогер. Интересно. Так вот, и не совсем бывшая мусорщица оказались более упорны и удачливы. К счастью, с финном удалось справиться, да и словарный запас у него был невелик. А вот Рэй за свою жизнь на Джакку наслушалась всякого на пяти языках и десяти блатных жаргонах. Что же, по два блатных жаргона на один язык? Забавно. Всего там так вот, за свою жизнь Рэй на Джакку наслушалась всякого на пяти языках и десяти блатных жаргонах, да вдобавок не стеснялась выражать свое отношение к противнику всеми доступными способами. Очень жаль, что эти кадры не вошли в кино. Я бы послушал, как она не стеснялась в выражениях с рейтингом PG-13. С посредственным бойцом на мечах разделаться было несложно, сказал Кайло Рен, который не справился с недоучкой впервые в руки меч взявший, о чем даже такой персонаж, как Флок, упомянул в свое время царство ему небесное. Так, однако, однако, от нескончаемых кучеряво многоэтажных мутюков вот нельзя фанфик по Звездным Войнам не добавить русского колорита. Впрочем, до этого мы еще сегодня дойдем. Да, я тут ногу говна накопал. Осенизаторы, блин, Ютуба. Однако, от нескончаемых кучеряво многоэтажных мутюков уши Кайло Рена начали стремительно увядать, что и привело в итоге к его неприглядному поражению. Ну, во-первых, зрелище, наверное, это довольно-таки забавное. Уши, которые и так довольно, ну, которые, наверное, суммарно занимают по площади, ну, короче, они втрое больше головы у него. Когда они начинают увядать, это, наверное, действительно страшное зрелище. Ну, по крайней мере, теперь мы знаем причину, почему Кайло Рен такой идиот и не смог справиться даже с девчонкой. Не потому, что он лох, нытик, не потому, что он истеричка, а потому, что у него уши начали стремительно увядать. А почему у вас такой большой меч не отставал психолог? В смысле, опешил Кайло Кайло психолога. В смысле, опешил Кайло, прикидывая, как объяснить нубу, что дело не в размере меча, что размер можно хоть до луны сделать. Главное, уметь обращаться. Ну, во-первых, я, как знаток световых мечей, наверное, даже больше, чем Кайло Хрен, могу сказать, что нельзя меч сделать до луны. Ну, и вот никак я пробовал и получилось. Но, в целом, во-вторых, я согласен с Кайло Реном, действительно, главное не длина клинка, а то, как ты умеешь им пользоваться и вообще, по статистике, средняя длина светового меча по галактике она именно что мини. Планета ситхов. Да это же Мекка для темных джедаев. Это как Кремлевская ёлка для последователей темной стороны. Это, наверное, то, о чем я говорил недавно, ребят, про русский колорит в антураже звездных войн. Однако, если честно, я не думаю, что он так скоро встретится. Кремлевская ёлка. Я всегда знал, что Путин это тоже ситх. Возможно, даже более могучий, чем сам Дартсьюз. Падме, куда ты делал мои носки? Почему я так читаю? Потому что написано капсом. Куда ты делал мои носки? Они там же! Ролевое чтение? Чё вы хотели-то, да? Они там же, где твой подарок на мой день рождения. И правильный ответ... Извините, не могу. Голос так быстро сорвал. И правильный ответ нигде. Падме, я применю силу. Примени силу и вспомни, где ты вчера был и когда у меня был день рождения. Бухал за звездой смерти, да? Знаете что? Я никогда не думал, что скажу подобное, но я рад, что Падме не выжила и что Скайуокер таки стал ситхом. Это печальный исход для любого фаната старой вселенной. Ну это гораздо лучше, чем вот это вот. В конце концов они не превратились в классическую среднестатистическую ячейку общества, которая вот так выясняет отношения. Ёкарный бабай. Знаете, что-то мне эту маску носить неудобно. И вообще Звездные войны и все такое пора бы соответствовать. У меня есть немножечко другая маска. Я ее обычно надеваю, когда на велосипеде езжу в холодное время года. Не думал, что она мне пригодится в таких условиях. Погнали! Пока не погнали. Нагрест на юст. О! Что ты знаешь о сексе, сопляк? Да уж побольше тебя, старпер! До черта интеллектуальной беседы Кеноби и Скайуокера сегодня почему-то не веселили. Рассказ удается от имени Падме. По-моему, образовательная система джедаев куда-то не туда смотрела. Во всяком случае, после таких откровений не хочется обвинять Энакина за то, что он перешел на темную сторону. Если твой учитель обучает тебя вот подобным образом, знаете, я бы тоже, наверное, пришел на темную сторону. Тебе есть кому передачки в тюрьму таскать? Тут же нахохлился Энакин. А мне? Нет, ты посмотри, он все сводит к этой своей падле. Падме! Она румынка, ты задрал уже. Да, мы расстались, и мне больно. Ему больно! Передразнил его Кеноби. А мне не больно? Моя мать, Япон! Моя мать, Японка, назвала меня Оби-Ваном. Меня, беложопого мальчика с окраины. Знал бы ты, через что я прошел в школе. Ммм. 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 Знаете что? Кажется, вы помните, были сливы по поводу того, что готовится сольник по Оби-Вану. Я, кажется, только что понял, какой именно сольник мы увидим. Ну, касательно Перла. Это то, о чем я говорил. Это на самом деле был один и тот же. Ох уж мне эти интеллектуальные беседы великого учителя и еще более великого ученика. Пробовать Плакатины на прочность все равно, что имперский звездный разрушитель штурмовать на прогулочной яхте, имея из оружия половник. Не надо недооценить половник, ребят. В Дарксоус 2 был половник. И знаете, по-моему, есть такой спидраннер, или не спидраннер, который половником на НГ-7+, убил Рэйми. Между прочим, не получив ни одного удара. Ну, а что касается Перла, это на самом-то деле вполне в стиле того же Василия Зеленкова и его фанфиков. Кажется, я что-то забыл. Точно. Как я мог. Как я мог. Я же вас сейчас всех тут заражу. Так. Все. Ролик спасен. Так. Вот. Было, было. Молодой человек вздохнул рукой. Уже интересно. И джедай лишился голоса. Хм. Это какая-то магия. Ядно в них огурцы. С другой стороны, мы уже тут видели кроссоверы. Почему бы это тоже не принять за он? Только вот вздохнул рукой. По-моему, это не под силу даже Лорда Волдеморта. Не то, что уж джедаем. Энакин возился поблизости, пытаясь избежать контакта с песком, на котором лежал. Тут надо что-то комментировать. Внезапно глаза Хана того выкатились от ужаса. Он подошел поближе, внимательно всматриваясь высовывающиеся из трубы конечности. Несколько раз обошел кругом, оглядывая их со всех сторон, особое внимание он уделил пяткам. Чем больше он их разглядывал, тем мрачнее становился. Наконец он оторвался от своего занятия, выпрямился и, обреченно вздохнув, сказал, Я знаю кто это. Это Дарт Мол. Есть такая песня, я милого узнаю по походке, вот тут нечто похожее. Я Мола узнаю по пяткам. Аннакин ощутил изменение конфигурации толпы. Аннакин наверное превратился в искусственный интеллект. Не иначе. Аннакин чуть ли не на вкус ощущал присутствие Палпатина в самой архитектуре. Знаете, мой извращенский ум сразу подсказывает мне два нюанса. Во-первых, опять же, возвращаясь к теме, откуда Аннакин знает вкус Палпатина. Чем эти ситхи занимаются? А во-вторых, допустим, он его каким-то образом узнал, чтобы сравнить вкус Палпатина и вкус архитектуры, нужно познать вкус архитектуры. То есть он там что ходит и стены лижет? Забавно. Забавно. Мастер взглядом подобрал ученика с пола. Подбирает всякую гадость, а потом появляются всякие Койлорены. Учитель, вы только не волнуйтесь, Таркин перепутал кнопки, вкыл и выкыл и взорвал Эльдран. Так вот вот оно как было. А вот и секретные документы подъехали. Набрав в грудь побольше воздуха и сложив ладони рупором, он заорал. Эй, ты, Эмма-принц, а ну тащи сюда свою задницу. Твоя мамочка ищет тебя, боится, что твои подтяжечки лопнут и все увидят твои труселя с портретами Вейдера. Не расстраивай маму, пошли с нами, получишь комплект к подтяжкам варежки на резиночке. Это кричит Фин Рено. Меня часто спрашивают, почему я не люблю фанфики. Вот поэтому серьезно подтяжки варежки Кремль Связные Войны Люк А еще Лея твоя сестра Аааа я же с ней Бля Что ты там с ней Бля Зарал Вейдер Бля Продолжала забывать Кремль Хохер Так Заткнитесь оба и вмешалась спор Мара Всем известно чем Люк с Леей занимались И я Еня В большом шоке что ты не знаешь таких простых вещей Последняя фраза прозвучала укоряющая явно с материнскими интонациями Я же говорил господи боже мой а еще мне говорят что фанфик василия зеленкова орден возрожденный не такой уж и интересный ну да конечно вот это вот гораздо интереснее о кстати да вот не очень смешно но в тему не пи начал было всеми забытый вейдер но был остановлен глазами лемура из мадагаскара а точнее глазами бедной супер счастливой бывшей помидорки вот вы ухмыляетесь а это между прочим то что нас ждет очень и очень скоро когда не сне выкупит права на мадагаскар и на кино а счастливой бывшей помидорки наверняка есть и такое обязательно сделает кроссовер по крайней мере на это я пойду с чистым сердцем хуже уже быть не может сказал наивно рюзький иван о реван забрал у пилота штурвал прям так взял и забрал у пилота штурвал и отличительными маневрами уклонял корабль от выстрелов вражеских пушек какими маневрами отличительными маневрами уклонял корабль знаете я конечно тоже играл в котором что-то это не помню таких маневров да и честно говоря штурвал у пилота я тоже не забирал наверное зря на попробовать может такой мод есть войдя в контину он понял что попал в самую обычную контину сразу вспоминает фраза из пупа о гарри поттере если пойдет дождь пойдет дождь ведь не поспоришь даже не придержишься жалко меч уже был на полпути голове рона но тут в глазах засияло и он отключился печально печально я просто к тому что как бы сказать то несмотря на то что он отключился вряд ли это остановило меч энакин блистал и подпрыгнул подпрыгнул и блистал нет слов фантазии иссякло ребят придумайте что нибудь сами по моему это прекрасно они нашли нас тихо сказал оби-ван нужно срочно принять меры сказал энакин закрывая собой ежелеву катьку ну во первых это и есть тот самый момент о котором я говорю что русский колорит еще появится в сегодняшнем выпуске ну и второе ребят по моему они чем-то не тем занимаются на секретном задании закрывая телом ежелеву катьку нет я конечно понимаю и всецело одобряю но уж все-таки на работе как говорится работать работу а уж дома закрывать телом катьку неожиданно дуку кашлянул да так что гривус чертыхнулся это знаете это наверно должен был кашлям что-то типа такого резко вот так вот подойдя со спины тано достала метлу и чё так и хорошенько дала трёпку йоде вот это да походу не только рейморис ю бедный йода господи метлой побалдея 900 летнего старца первым был энакин но его комната была заминирована запахом да да везде были грязные носки это еще одно доказательство того что хорошо что вейдеры а точнее энакин скайуокер и падма а медала не стали семьей ну серьезно по моему она все равно бы померла как минимум от запаха носков которым был заминирован которым была заминирована комната энакина господи ё-моё ну как это у них в головах рождается руки энаки находили по телу ну это как раз таки вполне знаете объяснимо направь меня своего внука дай совет как мне взять ее не могу же я просто или могу о великий вейдер помоги у тебя же такой огромный опыт с женщинами о да ох уж этот ёбар террорист вейдер я так и помню сколько вырезанных кадров было с этими моментами сколько в книгах об этом было по написанным он там всех подряд а по улицам а по улица а по улицам лотала бегал мальчик темно-синими волосами и глазами моря мальчик ловко лавивируя нет подождите ловко лавиврируя ловко лавиврируя среди людей но стоило высокому каштану волосому парню попасть в поле зрения в поле зрения зорки очей о ей как он попал в его плен кого его парня что ли пидорацы чертова опять вокруг загорелой кожи обвились руки мальчика фу-фу помыться захотелось ай садамия блин продолжаем уже скоро конец призрак силы казался удивительно знакомым дедушка сомнением спросил рыцарь нет бабушка усмехнулся юноша выступая на свет знаете если бы меня вызвал вот такой вот ушастая истеричка то я бы тоже иронизировал честно говоря мне надоело как вейдера выставляет полным идиотом фанфиках неужели его настолько не любят кстати по сравнению с тем же самым кайло реном как-то довольно таки унизительно выглядит позиция лорда вейдера странно странно она сбросилась плеч плащ он стек по ее ногам в сапогах в лужу шоколадной ткани сразу вспоминается сектор газа с его фразой обосыть хоть в сапоги да а вообще когда я дочитал до того что с ее по ее ногам что там стекало у меня какие-то старали мысли сразу закрадываться неприличные ну да ладно забудьте идя на звук который становился все громче и громче повстанцы поняли что пел кто-то мужского пола и явно не мужчина вот вы опять ухмыляетесь а на самом-то деле это вполне реальный персонаж в новейшей вселенной звездных войн это кайло рен он тоже мужского пола но не мужчина а вы не знали какие страсти иронично протянул хакс маршируя глазами по спине взорвавшегося рена вы просто попробуйте вообразить вот эту картину взорвавшийся рен о шметке которого на стенах по останкам его спины марширует хакс наверное знаете я его не зря в тот раз хаском назвал юноша мгновенно обернулся испражняя собой алую струю чистой энергии луча а чё по-человечески нельзя написать включил красный световой меч чё это за эпистолярная садамия блин хакс опять он хакс бродил по каюте закладывая широкий круг чтобы обходить все восемь ног кайло рена не запнувшись ни об одну да бедолага хакс знаете что ребят я в тот раз сказал вот совсем недавно что кайло рен он как бы мужчина но точнее у мужского пола но не мужик да теперь я сомневаюсь что он в принципе человек в полумраке комнаты волосы падма казалось подрагивающими щупальцами неведомого зверя наверняка ктулху из-за поворота показался шлем штурмовика с вытянутыми руками и аннигилировался в сторону десантника ну то что шлем аннигилировался в сторону в сторону десантника меня на самом деле не смущает после того что я тут прочитал а что касается самого дизайна шлема то что они так сказать то что он был с вытянутыми руками наверняка на месте ушей вот такой да это все юдашкин не иначе ну и завершая сегодняшний ролик давайте посмотрим на новосознанного персонажа по имени каролина так вот девочка совершенно не была похожа на своих родителей волнисты блондинистые косы висящие на талии глаза цвета морской пены настолько светлой что пробирала всю душу не могу спорить если бы я увидел девушку чьи волосы висели бы на талии косами наверняка сама бы она при этом была лысая и глаза у нее были цвета морской пены то бишь грязно-белые меня бы тоже пробрало во всех смыслах этого слова ну и так сказать в завершение и в продолжение темы каролины когда каролина прибыла в свой новый дом это был собственный разрушитель дарта вейдера то сперва ситх подарил ей новый костюм он состоял из следующих вещей первым было обтягивающее темно-зеленое платье с кружевными вставками на груди и боках второе длинный черный плащ с капюшоном третье чулки из черного капрона и заключающая часть это ботинки на шнуровке и с высокой платформой дарт вейдер решил что пока он не будет делать ей маску каролина надень и носи постоянно это будет твой костюм ситха причем ситха написано с большой буквы и я полностью согласен честно говоря я даже немножечко боялся что четвертой частью вот этого замечательного гардероба будут не ботинки на платформе а какие-нибудь там не знаю стринги с вырезом на интимных местах или нечто похожее вот но все цело одобряя вкус вейдера вот просто все цело ах в какой-то веке вот помните я восклицал что дарт вейдер устроят каким-то придурком вот в какой-то веке его выставили нормальным таким мужиком который замечательно распорядился талантами каролины что ж к большому счастью это все и что могу сказать по завершению чем дальше ребят тем все тупее и тупее перл я нахожу наверное это знак того что конец близок но вы не печальтесь к сожалению звездные войны это не единственная вселенная по которой есть первые кто-то мне помнится сказал что во вселенной бесконечной войны тоже собралось немало глупостей ну а я с вами прощаюсь не болейте не смотрите ролики на ютубе без маски берегите себя и своих близких не читайте фанфики не надо пейте чай и хорошего вам всем настроения до скорых встреч хан милый отберил своего сынули халатик со мной мне смотреть на него неприятно энакин дорогой сделай это сам лишь отмахнулся соло чё блять в тот момент скайуокер был готов поклясться что слышал злобный смех усопшего императора и знаете откуда мне тут говно здесь вообще в с с с Продолжение следует...